Салют всем ценителям компьютерной эротики, меня зовут Данил Герасимов. Я надеюсь, вам нравится наша такая домашняя обстановочка. И сегодня у нас замечательный случай. Но бук Lenovo G560. Разбита матрица. И буквально за пару минут я вас научу, как справляться с этой проблемой. Шикарнейший способ. Отвечаю. Поехали. Ну а для ремонта нам понадобятся замечательные ручки, удивительная тверточка, немножко терпения и безлимитная вера в себя. Итак, приступим. Первым делом, что нам нужно сделать. Как мы видим, у данной модели ноутбука есть защитные резиночки, которые прячут шурупики. Что мы это делаем? Мы методично их убираем и снимаем. Чтобы на шурупике было видно. Делаем это. Не щадя себя. Следующий момент. Просто тут у нас 6 шурупов. Правильно я считаю. И один за ним их откручиваем. После того, как вы выкрытили все шурупики, обязательно себя похвалите. Возьмите пирожок с полки, если у вас есть полка и пирожок. Далее процедура максимально деликатная. Нам нужно отщегнуть защелки рамочки экрана. Делайте это максимально нежно, чтобы ее не повредить. Она должна достаточно легко отщелкиваться. Но, тем не менее, аккуратность еще никого не убивала. Да и суси. Готово. Сняли ободок. Мы можем наблюдать крепление, которое держит рамочку, которая в свою очередь держит сам экран. Делаем это изящно и уверенно. Откручиваем эти шурупики. Теперь крепление свободное и мы можем продолжать. У нас еще есть по... Раз, два, три, четыре. По четыре шурупика с каждой стороны. Мы их также методично с вами выкручиваем. Вот наша матрица. Вот шлейфик. Теперь просто аккуратненько его вынимаем. Воля. Матрица свободна. И мы переходим к самой сути. Покажу вам сейчас невероятный метод, который я лично разработал для ремонта вот таких вот вещей. Просто чудесно. Берете вашу разбитую матрицу. Открываете ваш холодильник. Важно, чтобы температура в морозилке была ровно 10.1 градусов от Цельсию. Берете, открываете морозилку, кладете туда матрицу. И оставляете примерно на 15 минут. Ровно через 15 минут мы ее высунем и все соберем обратно. Посмотрим, сработали этот метод. Фу! Спустя 15 минут просто достаете вашу разбитую матрицу из морозилки. И собирайте ваш ноутбук обратно. Подключаем шлейфик. Вставляем матрицу. Собираем все, скручиваем. И надеемся, что у нас работает. Я этот момент немножко перемотаю, потому что это действительно уже не очень интересно. Мы практически собрались. Сейчас нужно просто рамочку поставить на место. Пришел мой любимый оператор по имени Анастасия, который мне поможет в этом нелегком процессе. Оставит буквально последние нюансы. Мы просто защелкиваем крепление. Ну, понятное дело, вкручиваем шурупики, ставим резиночки на место. Но, это уже просто марафель. Нам нужно проверить, сработал ли наш замечательный метод. А я имею ввиду, сработал ли у нас матрица. Поэтому, вставляем обратно батарею, которую, я уверен, вы высунули предварительно. Хоть об этом и говорил. И сейчас должно произойти волшебство. Или не произойдет. Но, по моим расчетам, это должно сработать. Итак, дамы и господа. Матрица после 15 минут в морозилке. Смотрим. Вуаля! Сработала! Целая матрица! Я ничего другого не ожидал от своих методов. Потрясающая работа мастера. От Бога. Вот такая вот у нас клинтусик Lenovo G560. И потрясающий метод. Дарю! Пользуйтесь и экономьте себе денежки на ремонтах. Поэтому, если у вас вдруг разбитая матрица, то и есть дома холодильник. Счастье вам обеспечено, да, Анастасия? Ну, это все, конечно, забавный бред. А если серьезно, то вся та же процедура, только вместо того, чтобы выложить сломанную матрицу в холодильник, вы ее просто выкидываете, покупаете новую и вставляете на место. И собираете так, как я это делал. Вот такие вот, дорогие друзья, чудес не бывает. К сожалению. Все, увидимся в будущем. Бум.